Приветствую доброго времени суток всем, кто меня видит и слышит. С вами, как всегда, Карги, и это уже четвёртая серия «Семья шпиона». Пришло время нашей битвы. О как! Проверим, что взяли. Всё на месте. Проверим внешний вид. Всё прекрасно. Помним, что говорить надо вежливо. Всё чудновато, буду стараться. Ох, и неспокойно же мне. Но всё, что мог, я уже сделал. Никогда же Стирлиц ещё не был так близок к провалу. Так вперёд же. На собеседование в школу Эдем. В элитной школе. Собеседование в элитной школе серия называется. Ну, это всё-таки одна из лучших школ страны. И поступающих так много. Ну, всё это наши соперники. Да. Ничего, что тут толпа? Всё чудновато. Что ж, пойдём. Погнали. Знакомое чувство. Да, это оно. За светлое будущее нашей семьи. Да. Наша семейная фотография на пол. Упала. Ждёт ли их успех? Или иное? Если честно, мне очень понравилась серия. Ну, что ж. Давайте так. Разделим между плюсами и минусами этой серии. Плюс в чём? Во-первых, добавили очень много классных персонажей. Например, этот Генри, старик-псих. Очень колоритно и классно вписался в стиль данного повествования и вообще в стилистику данного произведения. Очень классно вписался. Мне он очень понравился. Во-первых, своим внешним видом. Во-вторых, своим сумасшедшим отношением к этикету. Это вообще было круто. И ещё классно был момент, что они взяли с собой три одежды. Реально было очень круто. Честно. И я сейчас имею в виду, что это была очень классная шутка. Вообще, эта серия построена на шутках и на таком на перебарщивании всего. Вот это, скорее, это прямо такая тема была, когда на собеседование идёшь, у тебя правда такое ощущение. Так, за мной смотрят. Ты должен быть просто идеален, 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 идеален. И здесь это оживили. Это олицетворение твоих страхов во время собеседования. Было вообще круто. Как будто... И вот этот момент, ещё из плюсов был тот момент, что когда звери наехали прямо во время собеседования. На самом деле, это очень тонкий символизм, как мне кажется. Это очень тонкий символизм. Ты постоянно в панике, будто на тебя реально сейчас бык наедет. Вот реально, ты себя должен полностью нормально чувствовать. Но у тебя сердце бьётся, как будто ты сейчас убегаешь от быка. И голова у тебя немножечко такой в паникурном моменте. И плюс ещё в том, что очень классно было... Финальное собеседование мне очень понравилось. Собеседование это показало очень яркий момент. Что во время собеседования всегда есть нормальный человек, который тебя... Ну, с тобой проходит собеседование, а есть сволочь, которая... Ну, всё может произойти. Всё может случиться, да? Эмоции... Человек не тот попался. И из принципа задаёт такие генетские вопросы, чтобы тебя откровенно завалить. Всё бывает в этом, в этой жизни. Всё бывает в этой жизни. Как отреагировал Ллойд? Кстати, мне очень понравилось. Но, скажем так, он бы полностью протерпел бы, если бы не они. К этой девочке у него... Ну, этим его поступком, когда он ударил... Когда он ударил по столу и сломал стол, да? Ну, это ясное дело. У него эмоции, потому что он чувствует с этой девочкой такое родство. Почему он его чувствует? Нам ещё показали в первой серии. И тем более, между прочим, он правильно поступил. И он очень логически поступил. Он вообще очень... Вообще, это был очень грамотная концовка этого собеседования. В том, что он их обвинил в том, что вот... То, что эти люди должны увидеть в семье, которая принимает их. Он показал, что вас этого нет. Так на кой чёрт вы меня об этом спрашиваете? Вот это он очень грамотно сделал. Из минусов этой серии я бы сказал, что слишком уж явно... Тот человек, вот этот, как его, Мёрдок Суон. Слишком уж явно он хотел их завалить. Миссис Форджер, вы девушка красивая. Зачем вам сдался мужик с прицепом? А скажи, нынешняя мама или прошлая мама? Кому ты больше дашь баллов? Я про... Ну, слишком явно это было. За один его такой вопрос, который он задавал, можно было ему уже по лещам надавать. Шпион ты или не шпион? Что ещё из минусов? Ну, что ещё? Вообще тут почти минусов нет. Было очень всё, между прочим, нормально и очень красиво. Было перебарщивание, конечно, у некоторых моментов, но это перебарщивание имеет смысл, потому что это символизм. Это всё было олицетворение страхов во время таких мероприятий. Что ж, то была четвёртая серия «Семья шпиона». Очень хорошая, очень милая серия. Между прочим, очень сюжетно мне понравилась, как выстроенная. Ну, что ж, увидимся уже на пятой серии. Удачи! 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 Продолжение следует...